Приветствую вас. Основная проблема, как это видится мне, кроется в том, что вы не уверены в себе, сомневаетесь в себе, поверчены тревожности, мнительности. Вполне вероятно, что имеете какие-то ну, как бы это сказать, имеете какие-то представления, какие-то знания о психологии, то есть психологические знания какие-то у вас есть. Очевидно, вот раз вы говорите про качели эмоциональные, то есть кто-то у вас имеет, ну, что-то вы знаете. Вот. Но эмоциональные качели, они происходят именно из-за отсутствия понимания человеком того, что пытаются сказать ему его чувства. чувства вроде бы, как есть, да, а человек их не очень неадекватно воспринимает, он неправильно интерпретирует. И как мне видится, что основная проблема в том, что вы не уверены в себе, и часто может быть, ну, может быть, часто, может быть, нечасто, подберегаете сомнению то, что делаете, ну, именно то, что то, что вы делаете. Вот. Значит, смотрите, мне почему-то постоянно больно в отношениях, да, пишите вы. Боль в отношениях это свидетельство того, что вы себя в них неправильно ставите. То есть вам эти отношения наносят вред. Либо они для вас чересчур значимы. То есть вы нуждаете у человека больше, чем, например, он может предпредоставить вам ну, внимание. он может вам дать определенный объем внимания, он может вам дать определенную, так сказать, ну, определенное количество внимания. Вот. А вы требуете больше от него. И только все в том, на самом деле, почему вы требуете больше. зачем вам больше внимания. Далее. Я не понимаю, почему, так, мы с вами в Мечте уже никогда встречались, год отношения разладились, он хороший парень, но я у него всегда была на 101-м месте после друзей, семьи, работы и так далее. но опять же, здесь речь идет о вашей либо уверенности, либо наоборот, неуверенности в себе. То есть, вообще-то, и семья, и работа, и друзья, это нормально. Это нормально. если вы чувствуете, что человек отодвигает вас, ну, на задний план, чтобы все дальше и дальше, вот, то, соответственно, это говорит о том, что вы и так себя поставили с ним. и вопрос к вам только один на самом деле. Почему вы так себя поставили? Ну, что заставило вас так себя поставить? Ведь определенно же что-то заставило. Правильно? Вот и нужно понять, что именно. Нужно понять, что именно заставило вас как бы терпеть от молодого человека такое вот поведение. Да? Вот. Я же, значит, были какие-то припосылки. Я тогда начала истерить, мне было плохо. Во время все внимания. Мы не выдержали и расстались. Нет, не вы, а вы и расстались. Почему вы оба? Почему вы говорите за обоих? Вам нужно взять свою ответственность на себя за свои отношения. На свое отношение к молодому человеку. У меня постоянно было ощущение, что мы как бы вместе, а как бы и нет. Вас не устраивало то, что молодой человек вам может дать. Вас не устраивало то, что молодой человек вам дает. не устраивало именно по той причине, что вам хотелось больше. А больше вам хотелось для чего? Почему? Вот это вот и важный момент. Вы в отношениях такое впечатление, что стремитесь получать, а не отдавать. Это говорит о вашей неудовлетворенности собственной. Откуда она? Родительская семья или может быть что-то еще? Да? Это нужно разбираться. То есть понятно, что так сказать нельзя. нельзя. Но что-то есть, это очевидно. И молодой человек, вы молодого человека своего воспринимаете как средство для получения того, чего хотите. Отсюда и боль, отсюда и то, что вы говорите. то, что как бы вы вместе, в то же время как бы и нет. Только себя вы. Вы его не принимаете таким, как он есть. Вот. А раз не принимаете его, значит постоянно находитесь в состоянии фрустрации. Дальше. Ну это мое болезненное стремление к слиянию и желание чтобы мою значимость подтверждали. Возможно, вот с этим и нужно работать. Ключево вы стремитесь к слиянию и чтобы обрести безопасность. Про личные границы вам уже сказал мой коллега. От себя добавлю, что личные границы это правило насчет формируемой идентификации вреда и пользы вам от внешнего мира. И соответственно отсекание вреда и принятие пользы именно для себя. Это личные границы. Также личная пространство. Самодостаточное. Определенное самодостаточное. То есть принятие себя. Это такое ощущение, что себя вы не принимаете. Ну и опять же болезненное стремление к слиянию. оно есть, то непонятно, почему вы его не проработали, а вступили в отношения. Ну было так или было не так, это нужно разбирать. Нужно более подробный рассказ, анализ ваших отношений. Было больно, но это вы себя жили. вы себя жалеете, короче, что вам больно, это значит обидно. То есть когда человек себя жалеет, он представляет себя жертвой и снимает себя ответственность за то, что происходит. Вся какое-то время небольшое в моей жизни появился другой молодой человек, с которым мы были вместе за полтора года. Ну то, что небольшое время это плохо, потому что нужно было время побольше, чтобы предыдущий молодой человек у вас вышел из главы, чтобы перестали его идеализировать, чтобы перестали руководствоваться его образом, мод, потому что образ мышления требует того, чтобы был объект этого образа. И вот у вас один объект пропал, появился второй. Значит, с ним было замечательно, но он сказал, что отношения эти не для него. А почему не для него? Что именно ты его не устраиваешь? потом мы еще подключали качели, зачем, ничего. Тут появился мой бывший молодой человек, с тебя полтора года. Такой, по сути, одна были очень мало, очень малое количество времени. С тебя выпили с первым, потом со вторым, потом со вторым, потом опять с первым. Сейчас нужно расстаться собой одной и как цель себя восстановить. Где вы, где другой человек, что нужно вам, что нужно другому, вот это вся история. Мы поговорили, вам дожил попробовать еще раз, сначала я отказалась, лично мне было больно в тех отношениях, хотя я не понимал от чего, ну, от понятного от чего, от недостатка внимания. Вот, потом я согласилась с мыслями что он хороший парень, мы оба повзрослели, и ошибок предних не допустим. Любовь, Анна, где любовь в всей этой истории? Как бы, основа для любых отношений это безусловное принятие человека. Безусловное принятие человека, возможно, при любви и любви у вас нет. Соответственно, о каком счастье, о каких отношениях вы ведете речь. Вроде все хорошо, лучше, чем было. Он меня познакомил с водителями, говорит, о складнице, друзья, в один голос, он тебя так любит, он так переживал разрыв, да, воздорогода, воздорогода переживал разрыв. Я вроде не на 101-ом месте, а на каком. Но чувство, которое было тогда, почему-то возвращается, потому что с одной стороны есть обиды на него и непонимание того, почему тогда было так. И с другой стороны, нет у вас приемлемого уровня самодостаточности. Для нас к ним не бывает грустно, одиноко и начинает фактически клянчить внимательно. Для чего? Опять же, для чего? Хотя он мне его и так дает, он хороший парень, ко мне относится хорошо, но опять же вы не говорите, что он вас любит. Все своим чередом нежные со мной, милые, даже вовлеченные вроде в мою жизнь. Но это все знаете, из мозга идет, из рациональности. Вот. Это не любовь. Почему-то мне больно, потому вам хочется влияния. Я тут отказываюсь замечать, ну, да, вы отказываетесь замечать то, что вы неравноправный партнер. Вы более нуждающийся партнер, причем более нуждающийся настолько, что даже готовы быть тем, кого вы не любите. По сути. вообще про любовь, про отдачу ничего не говорите. Абсолютно. Я не понимаю, почему мне больно, холодно, одиноко с ним, почему такая динамика отношений. Ну, потому что вы ждете от него чего-то такого, что он полностью безраздельно будет ваш. Так не бывает. Вероятно, вы идеализируете образ мужчины в контексте своих желаний, идеализация и даже собственное желание человека. Я в каких-то иллюзиях пребываю и все не так радужно с его стороны, как мне кажется, или это у меня какие-то неадекватные и болезненные реакции. Просто вы его не любите. И просто вы воспринимаете его как объект для получения того, что нужно вам. Из-за этого вы не удовлетворены. А с его стороны все нормально, настолько, насколько это вообще может быть нормально. Вы начинаете сказать, что я не нормальный. Он хороший, адекватный может быть. Но и вы нормальны. Вы нормальны. Просто вы неправильно устраиваете отношения с людьми. И вообще мужчины в моей жизни хорошие, адекватные. Я вообще ненормальный какая-то раз при всем внешнем благополучии. помолучии мне постоянно больно. Что это такое? Что это было сказано? Как вам быть? Сначала разбирать детско-радистические отношения, потому что очевидно, что вы либо эмоционально очень сильно подавлены ими. Либо наоборот эмоционально очень сильно привязаны к ним. Это вот ваша некая скромность, стеснительность немножечко, зажатость, я бы сказал. Сыт идет от родителей и как правило, если родители не подавляют ребенка такого, как правило, то можно говорить о том, что они его ведут. Они ведут его по жизни довольно долго, постоянно, и до этого ребенок оказывается не приспособлен жить самостоятельно. То есть это родители гиперопекающие. И ребенок в итоге лишен своей собственной спонтанности. Естественность. Естественность спонтанности. Это вот первое. Дальше вам необходимо определять какая вы в отрыве от молодых людей, в отрыве от всех вообще людей. Какая вы, какие у вас цели, чем вы хотите заниматься и так далее. Далее это собственно претворение в жизни вот этих всех вещей. То есть реализация своих хобби, реализация своих видов деятельностей. Приобретение значимости опять же, но не путем отношений с молодым человеком, а объективной, адекватной значимости. В ее больше социальных контекстах скорее. Повышение уверенности в себе. То есть это постановка определенных целей и соответствующая их реализация. поиск того дела, тех хобби, тех увлечений, которые бы вас привлекали именно мы в контексте процесса, а не в контексте результата. И полное принятие себя, потому что нужна в других людях. Только из-за того, что не можете принять себя, не принимаете себя, точнее. Полностью. Вот. А полностью вы себя не принимаете почему? Потому что родители опять же либо подавляли вас, либо говорили, да ты не волнуйся, деточка, мы сами, мы все знаем, мы все знаем как правильно, мы знаем, мы умеем, мы все сделаем. Вот. И из-за этого вы какие-то моменты себе не принимаете. Вы считаете их плохими, неправильными, вредными и так далее. из-за этого вам нужен другой человек, чтобы купировать это. Работа довольно серьезная предстоит, но в принципе вполне решаема и достижима, если этим заниматься. готовы ли вы этим заниматься или нет, это уже вам решат. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.